Мы находимся на дабе Мамхетта Мудалев. И как называется? Мамхетта Мудалев, да. И мы вчера при Литойстве. Значит, нас Мэра занимается вопросом, занималась вчера, повтори немножко эту идею, что человек, который, мне цель, ему нужно сделать суду в Суке. Что значит, делать суду в Суке? У него нет места, кроме как Суке. Кроме как Сука, у него нет места. У него нет другого места, он хочет там сделать. Что нужно сделать? Значит, написано, что в Израиле можно эту Суку за посудей, сделать ее некошерно. Кем образом делать Суку некошерной? Берут там дырку 4 тефаха. Делал дырку 4 тефаха, и тогда Сука получается некошерный. Спрашивают, кто если суду взялся этот размер 4 тефаха? чтобы сделать суку некошерный, достаточно 3 ТФХ, что значит? мы знаем, что если есть дырка, которая размером 3 ТФХ то это уже сука некошерная, дырка, которая меньше 3 ТФХ, сука 4 ТФХ, больше 3 ТФХ, сука некошерная так мы учили, неважно со стороны, неважно с середины спрашивает, то есть откуда взялся 4 ТФХ литва очень красиво отвечает, что говорит, что действительно если, допустим, сука, у которой есть 3 стенки, да, буквы HET и здесь есть дырка, которая вот так вот идет 3 ТФХ шириной она разделяет как бы суку на 2 суки да, понятно, да, эта дырка сверху получается, что у каждой из этих суков есть только 2 стенки правильно, вот это и вот это получается сука некошерная или там называется меньше размер, чем нужно но если было всего 3, и у меня есть вот такая дырка говорит, то есть, а что будет, если суки 4 стенки? тогда 3 эти самые, они совершенно не делают суку некошерной он просто делит сука на 2 суки получается, здесь 2 суки, которые каждой по 3 стенки и, естественно, у каждой или даже один из них размер, то сука остается, 2 суки остаются кошерными у нас дырка, одна это дырка но 2 суки остаются кошерными получается, что дырка 3 ТФХ ничего не делает говорит, ритва, то, что здесь Мара сказала, что даже если суки 4 стенки все равно можно так сделать почему можно так сделать? таким образом, когда я делаю такую дырку 4 ТФХ вещь показывает, что мне уже не нужна сука несмотря на то, что она сука остается кошерными значит, с этой стороны кошерные, с этой стороны кошерные все равно это не хуже, чем занести туда посуду для еды 3, это еще и на 4 это еще и на 4 это вещь, которая жмаком хошура вещь, которая показывает 3, это вещь, которая, так сказать, не очень еще хошув ничего ресурм Together не место, которое это самое поэтому у mío-塞му сука это достаточно его говорить если сука, у которой, с 3 стенки достаточно сделать тело у них дырку почему? потому что сука стальная сто bounced и кошер local это это что я отчу 내�, в этом даже не надо говорить Сколько сука, не кошера ну, по счастью, если я сижуbin сх tę суки то есть я не сдавижу в суке потому что сука не кошерна суки душ здесь, что несмотря на то, что сука осталась кошерным Все равно это нормально Так говорит Риба Давайте сюда начнем Немножко новую мишну Несухамайм кейцад Последняя вещь, которая у нас была Это несухамайм И в первом случае написано, что это все семь дней Все семь дней возливают вместе с вином На вертвенник воду Это называется возливание воды И это семь дней происходит Несухамайм кейцад Каким образом это делается? Слухи ше зогав Слухи ше зогав Макзекис шлуша логин Значит была специальная цель Для этого золотая тарелка Не знаю, слухит как перевести Какая-то сосуд Ну да, но не думаешь, что это было блюдце Во-первых, потому что чаш Не знаю, лог это сколько Рвито лог это стакан примерно Три лога это сколько получается Трижды четыре, двенадцать стаканов примерно А? Большое блюдце Большой блюдец Да? Значит, типа такой сосуд Не знаю, какой сосуд Который был Три лога Она была золотая В Аяма Малемина Шилуах И с ней шли в Маян Шилуах Есть такое место под Русалимом То есть сегодня это Считается, что это Селиван То, что называется В этом самом арабском районе То, что называется Ирдавит Не знаю, как Есть там такой Этот самый Есть там Маян Источник И туда Значит, там достаточно серьезное Ну, что как серьезное Ну, так Зарима такая серьезная Достаточности Даже сегодня По колено примерно И достаточно быстро Течет И, соответственно Туда Значит, туда шли Наполняли Водой Эту Слухит Эту Сосуд Мина Шилуах Судя по всему Это было ночью Делали ночью Чтобы с утра Это уже было готово Игилли Шарамайм Потом пришли К Шарамайм То есть Один из ворот В храмовом дворе Азара Назывался Шарамайм Так и назывался Водяные ворота Как поле Супор Сквести Почему Назывался Водяные ворота Потому что В эти ворота Как раз Вносили Эту Как называется Через нее Заносили воду Эту Сухамайм Поэтому Так назывался Шарамайм Так судя по всему Это одно название Еще вещь Которая очень странная Написана в несколько Мишнает В том Еще где-то Не помню Где написано Очень странная Машна Сатид Значит В будущем Будет Выходить вода Из Кодыша Кудашим Будет источник Откроется В Кодыша Кудашим И оттуда Подтечет вода Как раз В этот Шарамайм Потом Это будет Речь Которая уже Становится Нара Как называется То есть Сначала Начинается Маленькая Потом Все больше 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 Так будет Речь Там Там Приводятся Тихи Истанаха Есть такая вещь Но как бы то ни было Я не ошибаюсь Такая вещь И в том, что в эти ворота заносили воду в это лесу хамайм. Юй шамайм теку веуриу ве теку. Осу делали, как называется, в смысле это было хатсустрот, это не было это самое. Это не были шуфары, это было хатсустрот. Это были трубы, что делали ткия, труа, ткия. Знаешь, что такое ткия, труа, ткия? Это то, что мы делаем в Рошашон. Ткия это отдельный прямой звук, а протяжный один звук, труа. Садор, непонятно, что это такое, есть несколько мнений, три мнения мы делаем. Это игру-гра-прерывистый звук такой. Слово труа, это переводится, как ни странно, слово ебава. Переводят его унгарист на армейский, слово ебава. Ебава переводит на русский или на обратно будет плач. Значит, это плач, труа. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Есть такое мнение, да? И потом опять труа. И опять ввёт кья потом. Это называется току вэйрю вэтаку. И так делали, так написано в Торе, чтобы мадет хэм, и ём симхастэм, вэй вэйросэм, лифнея шэмадокэхэм, нискартэм, и так далее. То есть вещь, которая, несмотря на то, что это немножко плач, всё равно это тоже выражение симхи такое. Выражение, говорит, рашэм вэшум симха. Выражите радость при шоэвамайм. Почему? Потому что написано вэшавтэ майм бэсасуин. Есть такой стих, который идёт на, как раз, на это, не слуха майм, который говорит вэшавтэ майм бэсасон. То есть когда напоминать буду воду, буду напоминать воду с радостью. Сасон, есть слово сасон, есть слово симха. У них есть немножко разный оттенок, но, в принципе, это тоже самбо русский. Я думаю, что нет таких слов. Слово, значит, радость. Значит, с радостью нужно напоминать воду. Значит, после этого же утром, когда делают возливание воды, приходят с этой слухи, с этой сосудом, с этим, а лаба кэвиш поднимается на пандус, по-моему, называется русский. Пандус. Поднимается по, что называется, кэвиш, пандус. Панели смоли и поворачивает налево. Обычно все повороты у нас направо, здесь он поворачивает налево. То есть как он пандус стоят с южной стороны от жертвенника. Получается, что когда человек поднимается по пандус, слева от него храм, а справа от него, соответственно, шарниконор, выход из храма, то есть центральный выход, шарниконор. То есть он, пандус, стоит на юге, соответственно, слева у нас это маараф, это запад, а справа у нас это восток. Правильно я говорю? И слева стоит храм. Слева, когда человек поднимается по пандусу, а? Правильно я сказал? Слева, когда человек поднимается, это маараф, это, так сказать, это самое, там будет, там стоит храм, и, соответственно, он поворачивает налево. Вишней сафалим шаркесов аюшам. И там на жертвеннике, то есть слева, когда человек поднимается на жертвенника, он, соответственно, с южной стороны поднимается, да, потому что пандус с юга, На юго-западном углу жертвенника были два софалима, которые были серебряные Не золотые, а серебряные Они вообще не были серебряные, они были как по-русски Я не думаю, что они сами были покрытой известью Сколько там вызывали вино, они потемнели и становились похожи на серебряные Известь, если в нее видно лить вино, она потихонечку темнеет и становится похожа на темное серебро Умнуковин камин штейхотмин Дакин Значит, что это такое, что в каждом Как бы, то есть, не знаю, как это нарисовать То есть, как бы, сэфель это типа Какой-то такой сосуд, который снизу есть что-то типа хотама, что-то типа носа И в этом носе есть как дырка И когда, соответственно, льешь в этот сэфель, в этот сосуд Воронку получается, да, снизу, с дырочкой Когда выливаешь что-то саму, то она выливается оттуда на что? На жертвенник носа А? Воронка 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 Валивается, значит, известно на жертвенника А жертвенник, там видно был какой-то определенный наклон Значит, хотмин дакин муве Значит, один из них в одном из этих сэфель, два сэфеля мы сказали Один из них там, это дырка на тонке А второй хан муве, вторая более, как называется То есть, радиус, диаметр этой дырки, она не одинаковая В одной чуть поменьше, в другой чуть побольше В том, где поменьше, это для воды В том же, что Today, это для вина В том числе, в среду, вина, в какой-то побольше Чем воды какая-то, как она плотность называется Соответственно, если я заливаю один, тот же объем В две, один водояд, один вина В две воронки и у них есть одинаковая дырка То вода выливается быстрее, чем вино Правильно? Потому что там есть, я забываю какая-то, я забыл, какая плотность Она там, 다른 т vardı Натяжения, я уже не помню как называется эта вещь в физике Поэтому что сделали? Сделали одну поменьше, потоньше, в дырку другой побольше, так чтобы получалось, что они одинаково выливаются одинаковой скоростью Посчитали формулу поверхностного стежения, не знаю, как это, экспериментально, или альпия, я не помню, чья это формула По-моему, поверхностное стежение это называлось, правильно, нет? Нет, как это называлось? Не помню, как это называлось? Я не знаю, от чего вырывается медленно-быстро, то есть, к сожалению, это когда у тебя стакан больше, чем... Ну да, потому что он прилипает к стенкам немножко, нет? Да и сам к себе отрывается К себе, к стенкам это держит, не дает ему быстро вырываться По-моему, может, я ошибаюсь, я не помню, к сожалению, учили в этом школе, но я уже забыл А? Не знаю, неважно, это вещь, которую как раз она, по-моему, не очень мазиха Как бы то ни было, так это делалось, чтобы было, чтобы они выдевались с одной скоростью, заканчивались Говорит Раша То есть, коин выливает, в одну выливает воду, в другую выливает воду, в другую выливает виду Говорит, что в эту дырку вода и вино, юрдин ли шитин Значит, есть такое понятие шитин, очень непонятное, какое-то волшебное, не знаю, какое-то Стравное понятие шитин, это какая-то шитин, шумизбек, называется, грубо говоря, полость под мизбеком Шуйя, а покину夠 холоднод, который были очень глубокие, очень ходовольentes Сколько蝕 Relations хололина Полые Дарами Как может быть, очень полые, не полые, не знаю А о times Но flexible А refugees Говорят очень, очень глубокие Значит, под жертвенником была какая-то полость, соответственно Дырка была на жертвеннике, дырка проходила насквозь в эту полость И, соответственно, так получилось, что вот эти вот, как это называется, цепали, так они Так они работают А, по-моему, тут уже но заполнится эта полость? Нет, высыхало, там впитывалось. Но мы видим, что с ней делали. Есть там разные мнения в тему. Значит, а? Почему? Семь раз по трилоге. С вином там, с вином там это будем избирать. То выехат дага, значит, искали один полный полный, а дыхат му ве. Один более широкая дырка, выхат дага, более тонкая дырка, шьюшнегем, калинбабасахатска, чтобы они за одноременно вливались. Мяравошельмайм, тот, который с восточной стороны, то есть более близко к храму, то есть они были расположены один более восточный, другой более западный. То есть они были, понятно, да, то есть один более на востоке, другой более на западе. Они были с юга, в юго-западной стороны, один более на востоке, другой более на западе. Значит, какой более... Что? Что? Субарево, который был из храма, он для воды. Вишельмизрах шильяйна, который более, наоборот, восточный, к выходу из храма, он более, то есть ближе к выходу из храма, он для вина. И раз шельмайм и тох яйну, яйн жилетов майм и ца. Если он спутал и валил в этот самый один в другой, другой в первый, то это нормально. Рабьюту мербулога яму на сэх. Рабьюту спорит в двух аспектах, как называется, в двух, как по-русски сказать, в двух аспектах, в двух вещах он спорит, а по двум пунктам он спорит с первым мнением. Первое мнение говорит, что этот лог, что это самое, что это, как мы сказали, сосуд, с которым он вызывает, был три лога. Теперь, почему три лога? Три лога, это, говорит, раш, это, раш, по-моему, это, говорит, это минимальный несах яйн. Зоопоходшим на хазин рвис агин. Значит, нас мы скажем, что есть жертвы, с которыми приносят возливание вина. Соответственно, у каждого, сколько нужно возливать вина, написано, что для годовалой овцы нужно рвит агин. В гине есть 12 логов. То есть, есть мера гин, в которой есть 12 логов. Написано, что для, как называется, для годовалой овечки нужно рвит агин. Дальше для айда, то есть двух гавадалой, нужно шлешит агин, треть гина. И для пар, для быка и так далее, нужно хацэгин, полгина, то есть 3, 4 и 6 логов. Правильно? Если 12 логов, это гин, 6 логов, это 3 гина, 3 логов, это 4 гина, а половина логов, это 6 гинов. Э, 6 логов. Половина гина, это 6 логов. И, то есть, говорит Раши, что, так говорит, первое мнение в нашем мечте, что сколько нужно возливать воды, столько же, сколько минимальный размер на хасим возливания вина, то есть 3 лога, четверть гина. Рабьюда с этим спорит и говорит, что возливают одним гин, одним логом, в 3 раза меньше воды. Это первое. Второе, вторая вещь, которую он спорит. Вторая вещь, в первом мнении, сколько дней возливают, 7 дней, 7 дней праздника. Шмини Ацерет уже не возливают воду. Вот так, по первому мнению, Рабьюда говорит, что все 8 дней. Рабьюда мер был лога, яма на сек, это первый спор. Первая вещь, в чем он спорит с первым мнением, что было не 3 лога, а 1 лог. И вторая вещь, которую он спорит, коль шмойна. Все 8 дней. Уль мина сек умер лой. Человек, который койну, который делать не сук, ему говорят, агбе едехо. Подними руки, чтобы все видели, как ты возливаешь, и все знали, что выливали. Шпама хад, насаха хад, аргбейраглав. Значит, есть такая вещь, что сдуки, была такая, как по-русски переводят, как садуке, по-моему. Я слышал. Типа такого, да, значит, было несколько китот, как по-русски называется. Сект, которые, как сказать, ну, как всегда, часто есть всякие секты, которые, как сказать, приводят, ну, свои всякие идеи проводят. И секты, это, как сказать, чаще всего они идут по одной и той же колее, а именно они говорят, что Тора, чтобы хтаф, тошная письменная Тора, она, конечно, верная, она все в порядке. Устная Тора ее неправильно придумали сами мудрецы, она не была до нас в семье, с хад сухарелем, так они говорят, и начинают там всякие, как называется, свои объяснения. Часть всего там бывают веселые, как сказать, неважно, как сказать, судя по смыслу христианства, он точно так же началось, как какая-то такая секта, которая, а, была секта, которая сам, потом, по-моему, развилась немножко. Значит, как бы то ни было, как сказать, так как бы то ни было, они эти с Дукем, которые тогда были, они не согласились, поскольку в Торе об этом четком, по-белом, черном, по-белом не написано, что нужно взвать воду, на этом есть только намеки в Торе, как мы говорим, это, в принципе, это устный Тор, мы так получили в устной Торе, что вызвают воду в праздник. есть на этом намеки в письме, но это только намеки, это не написано четком, так они в это не верили, поскольку они верили, то если там брахаи, они постоянно там пытались производить свои, как сказать, видно, не только сегодня хотят всякие эти козлы на храм Гугору пойти и на Котеля, они, видно, тогда уже тоже была старая мода, они пытались свои, как сказать, идеи толкать, как называется, в храме, и что он сделал, он взял и выводил себе на ноги, ему, так сказать, он, видно, не знаю, обманул, не понял, что он с Дуки, был Коин, и он, значит, поскольку умеет показать, что это самое, что вот мы такие сяки, он вылил воду себе на ноги, но что, большинство людей, которые стояли там, они все-таки были не с Дуки, видно, то, что сегодня около Котеля тоже происходит, потому что большинство людей, которые к Котеля приходят, они как раз не эти самые, не всякие эти умники, и они были, видно, тоже не только не умники, но они были не очень, как сказать, воспитаны, не знаю, как сказать. Его забросали и трогами. Наверное, не жалко было трогов, вот забросали и трогов. Не знаю, был седьмой день, седьмой день, как он закончил жизнь, я не знаю, может, так и закончил. Все сучи написано в Мишне, что его забросали и трогами. Так же, как делают это в будние дни, так же делают шаббат. Но только здесь есть разница, сколько в шаббат нельзя нести в эту самую тарелку, то есть сосуд с этой водой. Поэтому наполняли не сосуд, наполняли бочку золотую. Что это значит? У нас есть, как сказать, есть такая вещь, что есть понятие, которое называется келишерос. Как по-русски келишерос перевести, я не знаю. Созлужебные сосуды, то есть сосуды, которые используются для работы в храме, а у них была святость. Как у них была святость? Когда Майя Шарбейну сделал, написано, что он помазал их маслом, специальным маслом, которое было сделано для помазанных, для помазанных, которые мазали царей, мазали священников, елеем. Ими были помазаны храмовые утвари. Это сам храм и храмовые утвари. Храмовые утвари, в смысле, все храмовые сосуды, с тех пор они стали кадош. Такой кадош, что если в них попадает то, что не должно попасть в данном случае, для чего они используются? Допустим, для того, чтобы принять кровь жертвы. Когда отрезать жертву, нужно было кровь принять в специальные такие сосуды для вызывания вина, для миноход и так далее, в том числе для вызывания воды. Как только вода попала, она у нее появляется к душе. Какая к душе в данной ситуации, что ее уже, так же как жертва, после того, как ее зарезали, ее можно съесть только один день и не более, там есть, которые два дня. Даже здесь она не может уже на следующей ночи перей, как называется, подождать. Если она ночью перей, это самое, то она уже становится не кошерной и так далее. Чтобы такого не было, специально была бочка, которой не было клей-шарес. И вызывает воду, соответственно, тоже можно нажертвовать только из этого клей-шарес, потому что так и должна быть, что эта вода должна быть, она, вода и вино должны быть, так сказать, святы с ней, которые было это самое. Значит, и она была, не была муку дэши, то есть она не была как-то, и там ее оставляли в какой-то из комнат, который в помещении в нишпы. Значит, и потом брали. Нишпы хава нитгальта, если же пролилась, в шаббат, соответственно, нельзя было пойти принести новую воду или нитгальта, где забыли закрыть ее или там специально открыли, она стала не годиться. Мы знаем, что мы им и гулим не годятся ни для чего, то есть вода, которая была открыта в это время, она стала не кошерной для питья, она стала опасностью пить ее, она стала не кошерной для возливания, и она стала неожиданной для питья. Он выполнял из питья, как по-русски умывальник, который там стоял, и оттуда, а? Умывальник в начале не просто умывали. Да, значит, они оттуда наливали воду. Значит, вопрос такой же умывальник, он тоже клешарес, он тоже является сосудом, который священный утварь, и там тоже проблема с тем, что вода там, да, значит, она должна была портиться. Что было делать? Сделали специальную такую штуку, называется муханье, на ночь его опускали, там снизу под ним была, типа колодец, я не знаю что, там была вода, или даже, может, там был какой-то источник, и опускали его таким, это самым умывальник на ночь в воду, и там его вода была соединена с водой, которая в... Да почему он, ну, не был углев. А? Он не был углев. А? Он не был углев. Проблема, что он это самое, что он, которые уже были в Клише, раз они не в Салим были и на. Они становятся некошерные. Чтобы это не случилось, его на ночь опускали, получается, что ночью, каждую ночь напоминали капуновой водой. Эльвогатор была соединена, и брали оттуда воду, что тоже нормально. Давайте сегодня здесь остановимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова